Пять великих археологических находок, обнаруженных случайно. Можно ли раскопать римскую виллу на заднем дворе, а найти в стене своего дома проход в древний подземный город? Да, и это не сюжет какого-то голливудского фэнтези, а реальные истории археологических находок. Все эти открытия перевернули наши представления о древнем мире, и сделаны они были абсолютно случайно. Роскошная римская вилла на дачном участке Английский дизайнер ковров Люк Ирвин проводил ремонт в доме и попросил рабочих провести кабель под землей на заднем дворе. И каково же было его удивление, когда рабочие наткнулись на мозаичный пол, стали копать дальше, раскопали римскую виллу, которую построили примерно в 200-м году нашей эры. Владельцу установить не удалось, но эта роскошная вилла явно принадлежала одной из самых богатых римских семей, живших в Англии. Вилла оказалась закопанной не очень глубоко, всего на расстоянии 45 сантиметров от поверхности. Стены были не в идеальном состоянии, а вот интерьер сохранился прекрасно. Вся мозаика цела. Это одна из самых крупных вилл, которую удалось найти. Только на первом этаже было 25 комнат. При раскопках археологи нашли монеты, украшения, керамические сосуды, колодец и каменный детский саркофаг, который использовался в качестве цветочной клумбы. В одной из комнат был склад из раковин, устриц и съедобного моллюска-трубача. Изучив находку, ученые пришли к выводу, что моллюсков выращивали в прибрежных водах, собирали и уже дальше развозили по империи в бочках с соленой водой. Мега-мамонты и древние американцы. Фермер из Мичигана Джеймс Бристол вместе со своим другом вскапывали соевое поле. Все шло как обычно, и вдруг они поняли, что что-то задели. Стали копать, ожидая, что это камень. Они раскопали и обнаружили останки гигантского шерстистого мамонта возрастом 15 тысяч лет. Это открытие сильно продвинуло палеонтологию вперед. Мамонт был убит людьми, а значит, люди в Америке были уже 15 тысяч лет назад. До этого ученые считали, что люди здесь появились значительно позже. Человек из гробола – уникальная болотная мумия. В 1950-х в Дании рабочие добывали торф из болота, и лопата наткнулась на нечто жутковатое. Оказалось, что это прекрасно сохранившаяся мумия с волосами и ногтями, только кожа почернела. Жил этот человек в Железном веке примерно 300 лет до нашей эры. Ростом был 175 сантиметров, и на момент гибели ему исполнилось 30 лет. Его убили и скинули в болото, а торф идеально законсервировал тело. Из грязи в сокровищницу князя. В 1653 году глухонемой каменщик по прозвищу Адриан Малыш ремонтировал богодельню в городе Турне, Бельгия. И в грязи, где он копался, вдруг что-то заблестело. На фото перстень с печаткой, которая является частью сокровищ короля франков Хильдерика. Это тяжелое золотое кольцо диаметром 27 миллиметров, и у его обладателя, очевидно, были длинные толстые пальцы. Это открытие не ново. Хильдерик – важный исторический персонаж. Это первый король франков, существование которого подтверждено множеством источников. Он был союзником римлян и храбро воевал с саксами и вестготами. В сокровищнице нашли несколько сотен золотых монет, мечи и множество золотых артефактов. Таинственная комната оказалась целым древним городом. Мужчина случайно обнаружил загадочную стену за одной из комнат своего дома. Он позвал археологов, и за стеной нашли тоннель. Проход привел в подземный город Деринкую. Это открытие произошло в 1963 году в Каппадокии, современная Турция. В этой исторической области регулярно находят античные артефакты. Здесь же строили пещерные города ранние христиане. Город начали строить в первом тысячелетии до нашей эры. Пещеры долбили в Туфе. Это мягкая вулканическая порода, которой много в местных землях. В дальнейшем его достроили во времена Византии. Жители прятались здесь во время нападения арабов. Потом этот город облюбовали ранние христиане в начале нашей эры. Это полноценный город. Здесь есть комнаты для складов, пекарня, пресс для отжима масла, хлеб для домашнего скота, винные погреба и церкви. Все комнаты связаны между собой и хорошо вентилируются. Внутри прохладно, в среднем около 15 градусов по Цельсию. Входы в город и вентиляционные шахты были тщательно замаскированы. Вход в город запирался мощной каменной дверью массой 500 килограммов. Сейчас в городе 8 этажей, но ученые полагают, что их было до 20. Просто не весь город пока открыт. Город позволял вместить 20 тысяч человек. Сперва в городе прятались от набегов, но потом люди окончательно сюда переселились. На поверхности остались только поля, которые они возделывали.